К конференцию ездила я, работала и выступала с докладом я, а устали вы. Давайте посмотрим. Так, ну пока мы будем ждать остальных, я открою экран и продолжаем тогда читать. Продолжайте читать. Еще одна-две минуты и мы с вами начнем обсуждать текст. Вот, вот эту часть до исследования. До задачи исследования. Прочитали. 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 Ну хорошо. Значит, что здесь главное? Главное вы должны понимать, что одно исследование, одна цель. Мы здесь дальше будем говорить о цели даже не столько в диссертационном исследовании, не в диссертации, а вот именно в гипотетической предполагаемой статье. Потому что если статья опубликована в ваковском журнале, то требования к любой ваковской статье такие же, как требования к диссертации. То есть считайте, что это как бы мини-диссертация в миниатюре. Вот все то же самое. Только объем намного меньше. Но все пишется по одинаковым законам научного стиля. По-другому не может быть. То есть если вы пишете какую-то статью, у вас должны быть прописаны цель и задачи, которые вы решаете в этой статье. Мы будем читать примеры из диссертации, но у нас основной текст, он как раз будет говорить о статье. Потому что это тоже важно. Статьи вы тоже будете сами писать. И нужно будет написать эту, увидеть цель, чтобы написать хорошую статью. Если вы просто будете писать, вот писать, писать, писать ни о чем. Статья не получится. Итак, у нас с вами самое главное, что у научного исследования, вот так вот, у научного исследования может быть только одна цель. Только одна цель. Вы можете поставить какую-то большую цель и разделить ее на несколько подцелей. Но об этом нужно сказать. И каждое разделить вот эту большую цель на две или там на три части, но они должны быть логически связаны. То есть здесь уже не язык, главное будет. Главным это будет не язык, а будет логика. Например, две части этой цели. Две считают, вот эти авторы, которые рекомендуют, как писать научные статьи, они считают, что две подцели это мало. Если вы делите цель, то лучше, чтобы было количество задач, которое возможно, это две. Но две задачи это мало. Поэтому они предлагают все-таки сделать на три или четыре задачи. Давайте посмотрим, что же такое цель исследования. Итак, цель исследования это конечный результат. То есть вот тот результат, который вы видите. Вы его видите теоретически, что у вас должно получиться вот это. А дальше вы должны уже всем ходом описание вот своего исследования доказать, что вы правильно увидели конечный результат. И конечный результат всегда стоит в конце работы. То есть в начале работы ни о каком конечном результате мы не говорим. Мы движемся вперед пошагово. Step by step. Вот сейчас мы заказали это. Потом следующий шаг. Мы решили следующую задачу. Следующий шаг. Следующую задачу. Итак, мы движемся к конечной цели. Конечная цель – это всегда общая цель. Общая большая цель. Какие же типичные цели бывают? Вот типичные цели. То есть типичные – это с точки зрения частотные, то есть часто встречающиеся. Первое – это какие-то характеристики явлений, которые исследователи не изучали раньше. Это могут быть. Это первая цель. Да, вот мы видим характеристики. Следующая типичная цель – это взаимосвязи. Мы описываем некоторые явления. И мы должны показать, что эти явления связаны между собой. И показать, как они связаны. Какие у них связи. Причинно-следственные или временные. Или уступительные. Неважно. Но мы должны найти в этих явлениях связи. Почему мы говорим, что эти цели взаимосвязаны. То есть мы их должны доказать. Что эти связи существуют. И назвать эти связи. А следующая типичная цель – это изучение развития явления. То есть любое явление, оно не стоит на месте, оно куда-то движется, движется вперед. Или видоизменяется. Неважно. Это тоже движение. И мы смотрим и находим закономерности, которые говорят нам о том, как движется это явление. То есть как оно меняется, как оно изменяется. Какие у него качественные характеристики или количественные характеристики. Вот это явление изменяется, 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 изменяется. И к чему мы приходим? Мы приходим к чему-то новому. То есть мы видим уже новое явление. Следующая типичная цель, может быть, это обобщение некоторых закономерностей, которые мы увидели в развитии нашего явления, которые мы описываем. Мы видим, что оно меняется, и оно не просто так вот меняется произвольно, хаотично, а есть какие-то закономерности, которые мы увидели и объяснили, почему так происходит и что будет происходить дальше, если эти закономерности будут работать. Ну и еще одна цель, тоже достаточно часто встречающаяся, это создание классификации. Классификация это наше все, то есть без этого наука не может существовать. Любое, любые явления там или процессы наука делит на определенные классы или группы, классы, не важно, как мы это называем, но это помогает создать некую идеальную модель, которую мы изучаем. То есть вы понимаете, вот общество, которое нас окружает или техника, с которой мы работаем, это то, что находится в реальной жизни. Мы это видим, мы можем потрогать тоже технику, мы можем изучить, какие процессы происходят в обществе, мы их описываем языком науки. Но мы создаем, вот то, что мы видим, да, это жизнь, а вот то, что мы описываем, это некий виртуальный мир. То есть мы представляем нашу жизнь в виде модели. Наука работает только так, она по-другому не умеет. Отсюда вот то частое, что мы с вами видим, моделирование чего-то. Мы можем моделировать процесс работы станка, мы можем моделировать процесс работы завода, фабрики, моделировать процесс работы университета или вот обучения. То есть мы создаем и работаем по этим моделям, которые мы описываем. И в нашем описании это идеальная модель. То есть дальше мы можем делать, то есть увидим, что есть какие-то моменты, которые мы тоже должны учитывать. Мы эти моменты включаем в нашу модель и уже из идеальной модели она превращается в реальную. Но все равно любая наука, она мыслит и работает по моделям. Это может быть модель какого-то человеческого общества, соцсумма, модель общества и реальная модель, например, работы какого-то аппарата или прибора. Это все будет моделью. Вот с моделью общества, наверное, у нас надо будет работать вот это моделирование, которое существует, ну, которое он будет описывать в своей диссертации. Так, дальше, теперь поговорим о лингвистике. Как нам написать, какая же у нас цель? И я вам говорила, что для описания цели, вот формулировка цели, да, для описания цели мы используем глаголы или клише научной речи. То есть мы используем глаголы, вот мы видим, какие глаголы мы используем. Давайте обратим внимание на смысл этих глаголов или на их значение. Любой глагол это какое-то действие. В данном случае, вот эти действия выявить, установить, обосновать, уточнить, разработать. Может совершать только человек. Никакой робот, никакая машина не может делать, вот не может совершать эти операции, эти действия. Это может делать только человек. Если это делает человек, человек у нас исследователь, ученый. И вот эти действия, выявление, установление, обоснование, уточнение, разработка. Это все некие когнитивные или интеллектуальные действия человека, исследователя. Смотрим дальше. У нас с вами существует два типа исследований. Вот два типа исследований. Какие у нас исследования? Первый тип это теоретико-прикладные исследования. Собственно, это те исследования, которые наиболее часто встречаются в диссертации. То есть, что значит теоретико-прикладные? С одной стороны, это теория. С другой стороны, это практика. То есть, здесь встречаются, в этом, в первом типе исследования, встречаются теория и практика. Какая цель у таких исследований? Их цель очень простая. Создать новые подходы, новые подходы к решению социальных проблем. То есть, социальные проблемы, это проблемы, которые существуют в человеческом обществе, в социуме. И второе, это чисто прикладные исследования. Прикладные. То есть, здесь теории практически нет. А что такое прикладные исследования? Это какое-то практическое решение конкретных социальных проблем. Здесь теория не нужна. Вот мы видим проблему в социуме. Мы должны ее решить. И вот эти прикладные исследования как раз... Прикладные исследования очень важны для отраслевых вузов. Теперь давайте пойдем дальше. Значит, это решение конкретных социальных или технических, не только социальных, но и технических проблем. Просто обычно такие тексты пишут гуманитарии. И они там исследуют это или социологи, психологи, там философы. Обычно специалисты технического профиля не пишут методические рекомендации, как написать статью или как написать диссертацию. Этим занимаются специалисты гуманитарного профиля. И, естественно, примеры они все приводят из гуманитарных наук. Вот отсюда так. Я не смогла найти для вас что-то, чтобы говорилось о технических проблемах и о технике. Ну, потому что инженеры не пишут такие работы, а пишут в основном это гуманитарии, педагоги. Там тоже историки могут написать, социологи, экономисты. Ну, в общем, какие-то авторы, у которых гуманитарное образование. Дальше из любой проблемы, любая проблема порождает какие-то задачи. Вот, чтобы решить эту проблему, нужно составить список задач. И вот дальше читаем. Сейчас я... Вот. Читайте дальше. Формулировать задачи необходимо очень тщательно. Вот. Читаем до четвертого. Сейчас я покажу. Вот. Задачи исследований. Читаем вот эту часть. Читайте. И я его прокомментирую. Итак, с точки зрения науки, задача исследования – это выбор путей и средств достижения цели. Это выбор путей и средств достижения цели. То есть это те шаги и те инструменты, при помощи которых вы будете двигаться к цели. То есть задачи советуют выражать не в виде вопроса, что надо сделать, а в виде утверждения. А в виде утверждения вот они наши глаголы. То есть выявить, установить, обосновать, уточнить, разработать, там, создать и так далее. То есть вы видите, здесь у вас только раз, два, три, четыре, пять глаголов. Выучите их, пожалуйста. Значение этих глаголов выучите. Здесь только пять глаголов, но, может быть, максимально вот в эту группу глаголов войдет десять глаголов. Ну, например, там, или там восемь глаголов. Именно интеллектуальная деятельность человека, то есть те действия, которые может делать только человек. Теперь, как, вот, как исследователи видят задачи? Что такое задача, как ее увидеть? Что вы должны сделать? Какая перед вами стоит задача? Ну, в этом случае они советуют разделить цель, одну большую, на подцели. Какие-то подцели, вот маленькие такие, разделить. И начать с простых или с несложных задач. Мы идем от простого к сложному. Все наши сложные задачи будут в конце исследования. То есть, если мы сделаем проекцию на главы, то есть, если мы пишем, говорим о том, что в каждой главе вашей диссертации вы должны решать какие-то задачи, то мы начинаем с простых задач. Вот какие могут быть простые задачи в написании диссертации? Самая простая задача – это прочитать материал, то есть, вот, прочитать ту литературу, которую вам советует научный руководитель, прочитать, понять эту литературу и написать реферат, реферативную главу. То есть, реферат, я не имею в виду, как самостоятельный какой-то там текст, что это реферат. Нет, это называется в науке реферативная глава. То есть, первая глава вашей диссертации, вы пересказываете то, что вы прочитали в этой литературе. Вот это первая простая задача, самая. Дальше у нас уже сложнее задачи идут. Вы должны из того, что вы описали в первой главе, выбрать, наверное, концепции или теории, во второй главе, на которых вы будете строить свое научное исследование. То есть, это будет для вас какой-то базис научный. Это уже сложнее глава будет. Так, 10 минут. Эта глава будет сложнее. И уже там третья глава – это ваши собственные исследования. Вот, собственно говоря, то, что здесь описано. Что вы должны... Перечисление задач строится по принципу от менее сложных к более сложным, трудоемким, а их количество определяется глубиной исследования. То есть, вот это главное, что вы берете, вот эту глубину исследования. Мы с вами уже говорили в начале, что глубина исследования – это подробное описание тех действий, которые вы намерены провести, тех операций когнитивных, которые вы будете делать как исследователь интеллектуальный. Да, это интеллектуальные задачи. Так, а что же такое задачи с точки зрения методологии? Мы с вами вот сейчас то, что мы читаем, вот эти тексты – это тексты по методологии. Метод есть, есть методология. Методология – это наука. Наука, которая говорит, рассказывает нам, как нам правильно построить наш текст, как нам его правильно написать, что мы должны учитывать. Вот это есть методология. Итак, задачи в методологии рассматриваются как конкретные требования. Задачи, да, как конкретные требования, которые проявляются, предъявляются или выдвигаются к решению, к анализу и решению какой-то проблемы, которую вы тоже описываете. Эту проблему вы описываете в введении. Проблему вы описываете в введении. И вот эти вот конкретные требования, которые и предъявляются к анализу и решению конкретных задач. Скорее всего, это какие-то инструменты, которые вы должны будете использовать. Это средства, это методы, способы и так далее. Итак, мы берем, еще раз, мы берем цель, делим ее на подцели. Из каждой, в каждой подцели мы, подцель мы превращаем в задачу, двигаемся дальше. Задачи мы, есть простые задачи, потом более сложные, сложные, сложные и в конце очень сложные задачи. Мы двигаемся от простого к сложному. Это обычный принцип развития науки. Она идет от простому к сложному. Но была просто механика, теперь там квантовая механика. Вот этот путь от механики и квантовой механики там занял несколько столетий. Наука двигалась медленно. Теперь цель. Что ж такое цель? А вот с точки зрения методологии, цель это идеальное видение результата. Мы с вами уже говорили, до этого у нас было задание два, да, что такое идеальное видение. То есть мы делаем идеальную модель. Мы работаем, наука всегда работает, идеализирует окружающий мир и превращает тот окружающий мир, который она описывает, в идеальную модель. Вот это проекция. Модель это проекция реального мира на научное, вот в науке, научное содержание. Теперь смотрим. Значит, чтобы нам достичь цели, мы должны обязательно поставить какие-то задачи. Задачи, это будут наши шаги, условно, да, которыми мы движемся к цели. Итак, значит, мы видим, что цель нас ориентирует на конечный результат. А задачи, что у нас делают задачи? Формулируют вопросы, на которые должен ответить исследователь. Вот так связаны цели и задачи. Теперь, значит, определение цели исследования. Вот что у нас главное. Здесь мы должны понять, что определение цели нам позволяет выдвинуть задачи. То есть мы эти цели делим на подцели и видим, в каждой подцели ставим какую-то задачу. Эти задачи могут быть как главными, так и частными задачами. Основные, любые задачи связаны между собой. И, ну, например, я вот вам уже говорила, что к числу основных задач прикладного исследования, а у нас оно будет прикладным, относится изучение, анализ литературы по проблеме, сбор каких-то фактических данных. Дальше мы получаем, просто не просто собираем эти данные, но мы их еще и анализируем. Мы их как бы сортируем и классифицируем. Разбираем вот по определенным критериям. Делим их на группы, на классы. Ну, в зависимости от того, с каким материалом мы работаем. И теперь вот, что касается частных задач. Частные задачи определяют, какими способами будут решаться основные задачи. То есть все должно быть взаимосвязано. Не может быть так, что обзор литературы касается одной проблемы. Во второй главе вы пишете совсем о другом. Ваши результаты вы собираете, например, на, там, совершенно в другой области знания. Так не бывает. Так, значит, смотрите. Да, мне вот позвонили, сказали, что, написали, вернее, что мне сейчас нужно будет включиться в обсуждение описания гранта. Поэтому у нас остается две минуты. Четвертого урока сегодня не будет. И ваше домашнее задание, пожалуйста, прочитайте сами. Потому что мне очень тяжело с вами беседовать. Я беседую сама с собой. Я даже не знаю, включены у вас компьютеры или нет. Да, у меня есть показано, что четыре человека в классе, включая преподавателя. Но я абсолютно не уверена, что вы со мной вместе работаете. Что вы меня слушаете, слышите. И такое впечатление, что я разговариваю сама с собой. Помогите мне, пожалуйста, и себе тоже. Потому что вам сдавать экзамен, вам писать диссертационное исследование. Поэтому постарайтесь сами понять без помощи научного руководителя, как вам это написать. Потому что он за вас это писать не будет. Я вам уже сказала, что каждый год у нас меняются требования к аспирантам, требования к научным руководителям. То есть, что они должны делать, что они не должны делать, как они должны помогать аспирантам или не должны. Но большую часть работы аспирант должен написать сам. И не важно, что аспирант иностранец. Дело в том, что любой текст научный на любом языке, он строится по одним и тем же правилам. Вот если вы знаете, как построить текст на русском языке, вы также легко этот текст построите на родном языке, это исследование. Потому что требования к научному стилю абсолютно идентичны, что в России, что за ее пределами. Поэтому, ну вот вы еще не печатали нигде свои статьи. И хочу сказать просто, что есть вот это вот в App of Science, Scopus, вот там как раз планы написания статьи, такие, как сделаны, как мы сейчас с вами разбираем. Вопросы есть? У нас осталось меньше минуты. Я вам сейчас напишу домашнее задание на 21 мая. И встретимся мы 21 мая. Дальше. Вопросы. А нет, все поняли. Ну, все не все, не знаю. Значит, ваша задача прочитать вот те тексты. Здесь 18 страниц, основные тексты. И вот дальше посмотреть, как это работает.